Давайте, подожди. Удобно, она как стала сидеть. Подожди, телефон, чтобы не дёрнули. Да. Вот так мы дадим, чтобы стул прошёл. И на технике, что хватает слышать. Поэтому погромче говорите, где же сидеть. Ничего. Ничего. Ты нам лучше. Давай, стоись. Чтобы не шатался ступочек. Вы родные? Двою родные. Вот я, двою родные. Она между собой родные. А вы двою родные? Да, двою родные. Она сказала, что мне родные. Ну а как родные? Родная Люба, которая Михальчук. А, это её родная? Люба ходит к бактистам? Бактистам, да. Люба и Валя здесь, её родные сёстры. Ещё Валя сестра живёт? Валя с Таштаголой. Она в Таштаголе живёт? Ага, она сегодня здесь. А почему ж вы её не взяли? А мы её просили пойти. И что? Ну свадьба у них там. Свадьба. У кого-то в церкви свадьба. А гости все у Любы. Поэтому они никак не могут их оставить. А у какой церкви? Православной церкви что ли? Нет, у них. У бактиста? У них, да. И она туда ушла, да? Ну они и гости-то приехали, у них ночевали. А сейчас они, наверное, в собрание поехали. Ага. Ну. А вы у неё бываете там в собрании-то? Ну да. Ну и как? Ну, нормально. Нормально как? Вы всё принимаете, что они говорят? Это редко бывает. Ну там-то редко мы бываем. В основном в храм мы ходим. Ну в храм ходите, да. Я пошла на кухню. Вы какое-то сравнение делаете? Как понять, где правда это? Вот сравнение делаем. Вот у меня сын почему-то не может ихнюю Библию читать. Какую ихнюю? Баптистом. А читает Библию православную. А чем она разница? А вот именно, я думаю, чем она разница? Вот почему-то у него идёт так ассоциация какая-то. Ему 38. И он, наверное, читает просто дома сам. Дома сам, но он иногда прав. Как они ходят разы ещё между той и другой? Вот почему-то душевно как-то. А вы ещё не взяли? А? Сына ты ещё не взяли? Да звала его. Не хочешь, да? Ну почему-то не пошёл. Ну у него какие-то есть доводы. Вот я не хочу, не нравится. Ну вообще. Ну внутреннее какое-то ощущение. Вот православный, он читает как-то это самое. А вот эту... Так она одна и та же. Дело только что... Не понятно, что одна и та же. Библия-то одна. Они взяли её православную. Своё они не переводили. У них нету. Но она только сокращённо на один вот и книг. Только и всего. У них синодальное издание. От свидетелей Его выходит. Те своё написали. А Библия одинаковая. У Писиадников, у Адвентистов. Это православные, четыре духовные академии. В 1876 году закончили перевод. Он был утверждён. Называется синодальный. Так что... Если с сыном можно было поговорить. Даже позвонить. Я поговорил с ним на эту тему. А так под видом того, что это наше, а это не наше. Ну вот, приходите. Вот приехали из Адвентистов. Мне 36, мне 38. А вот и не хватает тут 11 книг. Но остальные такие же я их считаю. А когда нужны другие, я могу взять православные. Для спасения, конечно, и того хватит. А в храме-то, когда вы бываете? Вас удовлетворяет то, что вы бываете, стоите, слушаете. Вы уходите и наполнены. Или как пришли, так вышли. Православная храма-то. Легче сразу становится. Ну вот, вы пришли в храм. Вот мы сегодня были. Мы не можем закрыть глаза и не верить. Мы всё видим. Я православный. Поэтому я не просто православный, а проповедник и миссионер. Я работаю среди маптистов. Вот Алла пришла. Люди, которые уверовали, стали православными. Мы не можем так сказать. Вот у меня хорошо, потому что это православные. А у них плохо, потому что они маптисты не наши. Это рассуждение такие ни один следователь не примет. У меня должны быть веские доказательства. Вот, допустим, сто человек вышли из храма в Абразив. Я с ними беседую. О Свои Божьем, о спасении. Они не знают почти ничего. Приходят, причащаются, уходят. Батюшка вышел. Что он говорит? Они ещё не знают. Не знают. Он вышел. Отдельно второй батюшка. Сейчас за упокойное подали. Он перечисляет. Он поставил свечи. Там горят уже. Кадила. Он обошёл. Остальные подошли. Там человек пять рядом стоят. Я знаю, о чём речь идёт. И ничего не знаю. Он говорит так, что и сам не знает что. Поэтому сравнивать приходится уже реально. Священник вышел говорить про руку. Он не говорит. Он по книжке прочитал. И то доходит людей или не доходит. Дальше причащаться начали. Как одетые люди. Знают они Бога. На руках ребятишек подносят. Рот раскрыли. Ложечкой положил. При счастье отошли. Вот всё это. Оно могло бы быть и надо. Но так как это всё в неведении. Оно человеку пользы никакой не даёт. А может даже вред. Понимаете? Ну бессмысленно называть белой магией. Сектанты там понимают отчество. Но у них нет священства, таинства. Сатана всё перепутала людей. Человек должен понимать это умом и принимать сердцем. Притом вот священники, они отдалены от народа. Мы хотели встретиться. Дина знает. Позвонила. Мы подошли. Оказалось, что мы друг друга знаем. Раньше встречались. Про подписки он был от отец Дмитрия. Там отец Александр Пивоваров был. Очень талантливый. Он магистр богословия. Хороший священник. Он умел всех собрать. Секретарь епархии. Уже было выступить. А таких и нет сейчас. Он погиб. Сгорел. И он его приглашает. Он опекивается любыми путями. А я занят. Ну как занят? Человек один раз приехал. Мы друг друга знаем. У меня есть что сказать. Он разными путями пытается, чтобы встречи не было. А у меня вот туда-то. Необходимо туда пойти. То есть они оторваны от народа. Они не знают нужды народа священники. Это в абсолютном большинстве. Может быть 99 из 100. Совсем. Слово Божие говорит. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна 11. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Но это не безусловно. То есть условия есть какие-то. Условия какие? Человек должен уверовать. А впереди написано с большой буквы. Это выйдя отрывок. Отрывок одного цельного предложения. Если взять, оторвать, а впереди не сказать что, это будет ошибка. Например так. Человек, который нарушает правила движения на дорогах. Превышает скорость. Пьяный за рулем. Его штрафует милиционер. А если просто оторвать, милиционер штрафует на дороге. Как штрафует? Да что, выезжать нельзя. Написано так. Но я теперь забился и выходить нельзя. Милиционер штрафует, права отбирает. И впереди прочитай, что написано. Не все, но кто? Кто нарушает правила безопасности, от руки которого могут погибнуть граждане. Так и здесь. Впереди написано. Если ходим во свете, как Он во свете, Христос. Жить во свете, это свет и тьма. Различие делать не приходится. Она сама бросается в глаза. Свет – это разумение. Я понимаю, о чем речь идет. Живу, поступаю правильно, потому что это во свете. Я не могу делать то, что делает этот мир, погибающий во тьме. Если ходим во свете, как Он, то есть я должен знать Писание, знать, как Христос поступал, как Он в детстве слушался родителей, как относился к властям, как в храме, как к этой торговле, к фарисеям. Это означает быть во свете. Если ходим во свете, как Он во свете, запитаясь. Это еще первое условие. И далее. И имеем общение друг с другом, запитая. Кровь Иисуса Христа, Сын Его, ощущает от всякого греха. Сегодня открывает. Кровь Иисуса Христа, Сын, ощущает от всякого греха. Это концовка предложения. Ну, знаете, главное предаточное предложение. Мы должны разбираться в синтаксе, если немножко хотя бы. Поэтому священник, уклоняющийся от встречи с людьми, он явно не попадает в эти рамки. Он не имеет общения. Уж как живет? Там чисто, не чисто. Он сам про себя уже не знает. Потому что они недосягаемые. Они, как говорят, во светы, в критику не попадают. А только он виноват. А он за пределами критики, как КПСС. Спасения для него никакого нет. Он обманывает себя, обманывает других. И сказать ему я даже этого не могу. Он сектант, если он нормальный, не порченный. А просто он сектант. Вот как вы говорите, ходили к баптистам. Это секта. Это не церковь. Это секта. Но из них люди бывают здравого мышления. Я с ними начинаю говорить. Они это принимают. Я говорю, вот написано, открывая где-то. Он говорит, ну как понимать? Я говорю, понимать, как святой Ангел Таус истолковал. Не по сектантски, не по баптистски. Потому что баптистов он толкует и не понимает, что толкует вопреки другому местописанию. Оно противоречит ему. Ну, допустим, я то и горнусь к чему говорил. А вот в первом случае Петр заходит в дом Карнелия. Десятая глава. Диане апостол. И поклонился Петру Карнелии. А он его поднял и говорит, не делай этого. Я тоже человек. Сектанты взяли и на этом остановились. Человеку клоняйся нельзя. И когда говорит, я прошел в батюшку благословить и поклонился. Я говорю, нельзя. Петру Бог сказал, я тоже человек. Это вот такая секта. Это всегда узы взгляды на истину. Они на истину ищут. Но они узко-узко смотрят. Он один стих вырвал. И дальше на нем стоит. Я уезжаю. Я поклонился перед мамой. Я говорю, мама благослови. У меня очень трудная поездка будет. Она положила руки. Мама у меня православная. Она помолилась вместе. А у них нельзя, нельзя, нельзя. Ну, как нельзя? Когда мы в другом месте открываем Библию. Там 400 сынов пророческих поклонились Елисею. Он принял. Он пророк. Дальше мать Соломона зашла, ему поклонилась. Мать Соломона. И он ее не отверг. Из таких мест Писания, где кланились и принимали это, поклонение. Много. Сектант это все выбрасывает. У него в Библии то же самое. Но он этого как не видит. У него зашеленность и узость взгляда. У него узость данного стиха. А Корнилий, Корнилий поклонился. Петр не дал ему поклониться. Сказал, я тоже человек. Но почему Петр сказал, а не сказал Елисей. Или и пророку кланялись. И по порядку мы считаем. Житие святые. Не житие Библии. И везде, где кланились друг к другу люди, это было принято. Это общепринятый признак уважения друг к другу. Но если он запрещен, тогда запрещен. Сектант сразу в раздумья. Ну а почему тогда здесь? Вот понимаете, они не могут разуметь. У них разумение узкое и узкое, эти баптисты. Я воображаю, что вы баптисты. И вы сейчас слушаете. И вы будете куда-то склоняться. Ну ладно, не вы. Вот он баптист. Я как бы с ним разговариваю, чтобы понятнее было. А то еще могу обидеть вас. Петр, это я один пример разбираю. Петр молился. И ему Бог сказал, к тебе придут люди. И Корнилий, когда молился, ему ангел явился. И ангел сказал, чтобы пришел к тебе, тебя позвал. И ты ему расскажешь. А было так, когда Корнилий молился, молился Богу. И вдруг ангел предстал перед ним. А он был добрый, сотник. Ну, капитан римской армии. И сказал, сходи в город, в Тесарии. И там, в доме Симона Кожевника, кожу мяли там, где Петр Симон, его позовите. И он тебе скажет слова, которыми ты спасешься. И воображение можем понять. Я молюсь, вот как Корнилия. Я молюсь Богу. Но Бог, это величина недосягаемая. И от Бога посланник ангел. Ангел означает посланный. В переводе на русский. Вестник. Если ангел не может эти слова сказать, которыми спасается человек, значит, Петр выше ангела. Его рассуждение очень даже понятно. И поэтому, когда он поклонился, то поклонился в уме своему. Он понимал, кланяется не Петру рыбаку, а как Богу. Выше ангела только Бог. И вот такого поклонения. А Петр знал, что в сердце человек. Он говорит, я тоже человек. А зачем ему говорить, я тоже человек? Да видно, что руки-ноги человек. Он говорит, я тоже человек. Ты чего меня за Бога, ты считаешь? Дальше Писание сокращенно пишет. Вот почему он и не мог принять такое поклонение. А Петр знал внутренний мир. А откуда это известно? Да оттуда. Пятая глава. Написано, Ананя с сапирой подали имение. Сейчас имение утаили. А остаток он принес. И Петр говорит, а почему вы утаили? Не все, которое было имение твое. Почему? Решил солгать Духу Святому. Когда он слышал, упал и умер. И тут заходит жена, которой никто не говорил про это. Как-то тайно прошло. И он говорит, а вы за сколько продали имение? Он не претендовал. Но они уже солгали. Надо было допросы чинить. Она говорит, за столько. Они с мужем договорились. Мы за 500 тысяч продали, а продали за миллион. Он говорит, вот входят парни, ребята, которые ходили, мужа твоего похоронили и тебя вынесут. И она сразу упала, умерла и ее похоронили. И на всех напал страх. И Петр ее не трогал пальцем. Это от Бога было. Чтобы люди научились не лгать. Петр знал, что в человеке, что они продали, что у них там вклад в банки открытый. Он знал. И поэтому он знал, что корнили кланяться ему как к Богу. И говорит, я тоже человек. Вот поэтому поклонение такое не принято. А если я вас знаю, вы сестра Алла, а я ее уважаю, и в ее лице Аллы, я уважаю и вас. Какое вы родственничество прекрасное имеете. И вы зашли, а я бы вам поклонился. Значит так, поклонение, поклонение разница во внутреннем мире нашем. Сектанты этого не понимают. Вот. Петр не разрешил. Ну другие это все разрешали, кланялись. Вам понятен смысл рассуждения? Православие это объемно вся Библия от корки до корки. Сектант, он вырывает один стих и на нем дальше все строит. Это узость, как в танковой щели. Он смотрит, танкист его качает. Он вперед смотрит. Он видит. Ну что он видит? Кустик там болтает. Он видит ни на лево, ни на право, ни вверх, ни вниз. Православие это всеобъемность от начала церкви. А сектанты баптисты возникли в 17 веке. И он у него, он оторван с 17 века, 1609 год, первый баптист. Залез в воду, руки на себя положил. Назвал себя пресвитером. Воду, ну, такую комедию это Бог не позволил делать. Для этого поставили на апостол. С ними разговаривать можно. Они Библию имеют. С православными еще труднее говорить. А у них Библии нет. Авторитета нет. Батюшка, батюшка, на каждом шкупачку благословит. А батюшка сам не знает. И говорит, когда правду начинаешь, он тебя люто ненавидит. Потому что я приоткрываю, он во свет попадает. Кто ходит во свете, как он во свете. Я его призываю жить во свете. Во свете Священного Писания. Слово Твое, светильник ноги моей. И свет в сизе моей. Священник не хочет этого слышать. У него свет, это его слова, которые он говорит. А там тьма в этих словах. Он не знает. Я не говорю о всех. Вот сегодня мы были. Я его подошел и сказал, батюшка, вот сейчас тебе причащаюсь. Как попало одеты в брюках. Женщина. Ну, совершенно мирские люди. Вышел там человек, закурил. Кого ты причащаешь? И чтобы у баптистов, член их общины вышел, закурил, этого нету. Ну, может где-то есть там один-два. Но основная это масса. Они не пьют, более трезвые. Но они секта. Они не церковь. Почему? В 1609 году Христос не умирал. Он умер в 33 году новой эры. И поэтому церковь имеет основание от Христа, а не от Джона Смита. Не от еретиков, баптистов или каких-то там. Адвентистов там в 1841 год. А где 1800-то церковь была? Они говорят, а мы от апостола. Мы им говорим, ну если вы от апостола, тогда назовите, кто в первом веке был. Они говорят, Петр, Павел. Ну, это и у нас. А во втором? Они никого не могут, потому что так понимать, как они понимают, таких не было. Это юридики. С ними очень легко разговаривать, если которые верят в Писание. 3-й век, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й век. Ни одного баптиста, ни одного декиста. А Господь говорит, сей я с вами во все дни до скончания века. В понедельник, вторник, среда. Год такой, это 3-й, 5-й, 10-й, 41-й. Господь во все дни из церкови. А где же вы были? Вы говорите, это не церковь была? Как православная. Тогда церковь вообще нету. Вот откуда у человека появляется смирение перед Словом Божиим. Я признаю, баптисты хорошие люди. Православные, да даже сердце. Как так? Они сектанты. Они хорошие люди. Я сам обратился там. Я там получил Библию. И у меня необыкновенное было. Как усало обращение. Еще там есть пятидесятствующие. Там о Духе Святом говорят. Я работал на корабле. С детства знал, что Бог есть. От каких грехов Бог меня спас? Мама говорила. Там я не знал ни женщин, ни воровство, ни матерка. Я ни одного матерка не сказал. Остальное, что я не знал? Не было Евангелия, я не знал. Просто Бог меня хранил. Но я всегда искал Бога. И в армии был. И искал, где какая брошюрка атеистическая. Там бывают слова божественные, а потом опровержение. Я не знал, откуда эти слова. Но они из Библии были указаны. Глава стих. Что это цифры-то? Мне никто не может рассказать. Никто не знает. А я две брошюрки куплю, потому что бывает на одной странице божественной и на другой. Поэтому мне надо ту вырезать. И тогда я намажу клеем. Это из-за клея у меня божественное получается. Я по одной буквы буквально искал. И когда мне дали Евангелие в руки, на корабле работал, когда пришел и попал в дом баптистов. А не из пятидесятников. Я в эту ночь, в этот вечер покаялся перед Богом. И началась новая жизнь. Это 27 сентября 1962 года. Нынче 27 сентября будет ровно 50 лет, как я уверовал. Мне Бог дал свет, открыл. И я понял, что есть спасение. Я знал, что есть ад, рай. И что я умру, мы только в огне мучиться. Я не делаю, что все делают. У меня большая цель была. Большая. Я очень много учился. Я очень хотел стать террористом. У меня мечты другой не было. Научиться правильно убивать коммунистов. Что они с моей Родиной сделали? Понимаете, я с пяти лет отознал, что я был бы на стороне белых. Они испоганили мою землю. Они уничтожили все, что есть живое. Я много читая, я находил, что виновны они. Но не считая Евангелие, я не мог понять источника вины. Вина во мне. Я виноват, не они. И теперь Бог это все повернет. На меня и меня будут давить. Я в пяти тюрьмах отсидел после этого за Слово Божие. Вот я тебе покажу теперь, кого убивать надо. Видите, как у Бога все вымерено. Все у него чисто, красиво. Он знал в мое сердце, что я ревностно желаю служить, но не знаю. Мне никто не давал Евангелие, что Христос умер за мои грехи, что я искуплен им и что для меня есть место в раю. Никто не сказал, я знаю, я умру, я пойду в ад. Я очень любил бабушек разных. Не ровесниц своих, а бабушек. Вот помочь кому-то побежать. Жили очень бедно. У нас десятеро в семье детей. Отец им болит с войны. Ну по копейке. То сусы какие-то поймают, берут, сдам на эти деньги. Надо было купить велосипед, а потом учиться. И все равно я кусочек хлеба оторву, увижу нищенку, бабушку подойдут. Это заложено было. И на это меня Бог поймал. Когда я сошел с корабля, увидел, бабушка несет сумки. А я матрос, 23 года, у меня сила, я занимаюсь спортом. Я сразу к ней, бабушка, вам помочь надо. Взял сумки, несла дорогу, с бабушкой заговорить. Она говорит, бабушка, у вас есть здесь верующая? Сердце мое томилось. Она говорит, а вот тут какие-то собираются. Я зашел, а это латыши на латышском собрании. А мне было знание языков. Я в армии изучил английский, немецкий, французский. Приехал в латыш, за три месяца я уже по-латышски разговаривал. А там живут десятки лет, они не знают. Бог мне дал эту тайну, слово, память дал, феноменальную просто. Я зашел в латышский. Я не понимаю, я с латышами разговариваю на работе. Я не понимаю, что он здесь. Один латыш подошел, вы все понимаете? А я ему по-латышски отвечаю, я не пойму, о чем он говорит. Как не пойму, вы разговариваете по-латышски. Это новые слова, это не политика, это не обыденная, это не механика, не медицина, по которым я властям работал. Он говорит, там вот дерево идти, там на русском языке собрание баптистов. Я туда зашел, у них там блаженный нищая духа вышита была на простыне. Ну, пятая глава Евангелия от Матвея. Я и по-русски не понимаю. Блаженный нищая духа. У меня не слепляются слова. Я страшно много читал в четырех библиотеках. Трудно было найти литературу. Я мог часами рассказывать разных поэтов стихотворения, просто поэмы. Прочитал он мне, как Бог вложил все. А тут я понял, я ничто. Я не могу даже понять эти слова. Блаженный. Я такого слова не встречал. Что такое блаженный? Нищая духа. Как нищая духа? Я нищий знаю. Больной, обиженный, нет у него. И поесть надо дать. Бабушке помочь. А тут нищая духа. Я сразу начал размышлять. Я понял, это новая область. Это новая страна открывается. А в кармане билеты идти в кино уже идти. Они склонились молиться. Я перешагнул там все руки и ноги. Они на коленях стоят. Бабтисты молятся. Но один за мной вышел. Я говорю, кто вы будете? Я говорю, я моряк, учусь на штурм. Бог рыбаков любит. Хотя я был не рыбак, а технический флот. Дал адрес. Заходите. И первый раз, когда я пришел к ним, это был последний раз, когда я был мирской человек. И когда я покаялся в этот вечер, я поверил, что за меня Христос умер. Это мой пришел Спаситель Божий Сын. Я к ногам Его пронзенным с раскаянием иду. Грех моей кровью причистой смыть молю. Да, смыть молю. Я на корабле, когда вернулся, корабль на рейде стоит. А к нему лоцманский такой кораблик бегает, привозит, увозит там. Моряков там много. Я только через палец в борту, когда поднимаешься по там, по леснике, трак называется, перешагнул. Я первый у матроса говорю, мы живем неправильно. За нас Христос умер. Мне такой огонь Бог дал в душе. Как же, а если я умру? Я в ад пойду. Я к Татарому поворачиваюсь. Мы совсем неправильно живем. За нас Христос умер. И надо принять Его в сердце. Жить во Христе. И Бог с нами будет. Сразу к капитану доложили, матрос сошел с ума. А я учусь на штурмана. Представь себе, добился разрешения три курса сдать за год по выбору комиссии на английском, немецком или французском с выходом за границу. Передо мной такое поприще, которое ни с основания училища ни у кого не было. Оказалось, я ничто. Я прах. Меньше мошки. И когда Бог мне это дал, пришлось оставить, уйти, и началась дальше уже полоса работы, арестов. Мне пришлось в пяти тюрьмах потом отбывать. И Бог по сегодняшнему дня ведет. И мы сейчас, вот мне последние восемь лет, 62-го года, за восемь лет я написал 38 книг. Вы их не видели, книги? И вы не видели, да? А где? Там вот Новый Завет. От листового владения. Здесь какие-нибудь, покажи. Это не книжки маленькие, каждая книжка есть в стране. И теперь я разводлюсь по стране по субъектам, чтобы люди могли считать. Я написал, а библиотеки, ответили, финансирование, с удовольствием приобрести, но приобрести не можем. Но так как я автор и владелец, на это пересдал я Новый Завет, видите, какие книги. Вот эти книги, третий тонн там еще есть. Загляните. И там, для слова Божия, нет уз, надеюсь, еще покажи. Они пост на подарок Патриарху, Путину, Медведеву. Это за две тысячи лет эти книги не выходили, никто. И таких книг разные, все разные. Тридцать восемь. Общая стоимость. Вот одной книги этой. А тут сорок, не сорок, а шесть, восемьдесят. Картины-то мы сами раскрасили, иллюстрации. Восемьдесят. Это уходит в Египет, Иосиф. Библия иллюстрированная. Впервые в мире тоже мы выпустились. Эти иллюстрации-то мы раскрасили сами. Вот. Это вот первый том вышел. Открытым окон книга. Вот эти Игнатия Латкина. А это вот как бы обо мне книга. Вот эти вот. Еще там третья есть книга. Принеси-ка ее. Там она у меня. Третья книга. И вот это вот. Вот эти четыре книги после мы были Путину, Патриарху. И вот таких вот открытым окон называется. Тридцать томов. И теперь мы едем по стране. Я в каждой библиотеке. Ну, большая библиотека. В осенниках теперь у вас в библиотеке мои книги. Я даю бумагу. В той комнате они расписываются на ней, что они будут хранить книги, давать другим. Мы распространены. Вот с этой миссией мы проехали до Байкала. Потом вернулись, заблудились. Еще двадцать экземпляров взяли. Двадцать это по тридцать восемь на двести пятьдесят тысяч. Вот сейчас мы вторую. Это третья поездка. Это только вот эти поездки три мы отдали, подарили на семьсот пятьдесят тысяч. И эта стоимость, которая даем, она почти в три раза дешевле ее магазинной стоимости. Вот она. Первая, вторая, третья. Это толкование всего Нового Завета. А первый букв это последний по святым отцам, не мои. И далее я даю двести неносто семь комментариев. Видите, как оно издано. Нужно, которое выделить слова. Я сам могу разобрать эти крупные, легко, какие слова. А на них я даю и дальше комментарии. И Л, и на Пилат, и дальше даю. Это я на площади проповедую. Слово Божие идет. Здесь много фотографий. Видите, я начальник лагеря детского. Видите, фотографии какие. Какая бумага. Все отлично. Это у нас деревня с нуля строим. Вот это на площади тут. Если человеку все когда покажешь, они не могут поверить, что в настоящее время это все можно делать. Ну, на Руси, на России. Это я вот арестованный еду. Вот видите. Это в 86-й год уже перестройка вся Горбачевская шла. Это мой последний арест был. А в 87-м было общее помилование, политзаключено 210 человек. Ну, в том числе я. Теперь реабилитирован со всеми льготами, там бесплатным проездом. Льготы, конечно, пустяки. А это люди, через которых я обратился, это моя мама. Вот моя мама. А это вот, который Михаил и Анна, пригласили меня к себе баптисты. В их доме я веровал во Христа как своего Спасителя. Это мой брат стоит рядом. Вот. Если человек ищет, вот я знаю, то Бог обязательно обстоятельства так складывается, так все это соединится одно с другим, что что-то ищет, Бог это даст. А искать надо, конечно, святое, чистое. Вот это вот книги, которые я издал, если вы с ними посмотрите, за 8 лет. Вот в каждой библиотеке, в Калтане она теперь есть, вчера мы были в Калтане, в Осинниках, в Новокузнецке, в Киселевске, в Прокопьевске. Это какая-то там, еще какой там город был? Мыски. 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 И последний мы где были? Междуреченск. Междуреченск. А Междуреченск еще, да. Это во всех городах, вчера самый плодотворный день был. Подарили вот эти книги. Вчера мы подали только на 100 тысяч рублей. А нам зачем это? Я верю, что Бог сильно сотворит чудо. Россия погибает. Россия, это то, где мы живем, Российская Федерация, максимум 2 года будет. Ее разделяют на части по всем странам мира, делят. Уже на картах мира она уже не Россия, а просто осколки ее. Как вот Советский Союз раньше был, а сейчас отдельно государство Узбекистана, отдельно Казахстан, отдельно Латвия, Литва. Ну мы как-то смирились уже. Все-таки Россия, мы русские, там латыши далеко. Азербайджанцы, это они по-своему верят. А это Россия, наши русские. Дальний Восток отходит, допустим, Японию, Китаю, южная часть Турции. Уже все разделено. Это все. И даже депутаты в Государственной Думе выступают. Сейчас речь идет о том, как вести войну на оккупированной территории партизанским отрядом. Американские базы в стране уже все. Уже около 25 миллионов китайцев получают здесь землю. Уже около 5 миллионов гектаров уже полностью отданы. Это все скрывают. Но все это популяризовали депутаты Государственной Думы. Генералы. И выступает патриарх Алексей Второй. Сказал, идет геноцид и стремление русского народа. Это мировое масонство. Это программировано. Вот надо, допустим, 120 миллионов. А остальных живых только 15. Остальные должны быть уничтожены. Физически. Продуктами там, отравой. Сейчас прививками разными, что угодно. Будут уничтожены. Оставить, обслуживать дорогу, шахту, киселевск, кого-то там. Здоровых. Остальные населения должны быть. Когда Маргарет Тэтчер сказала, премьер-министр, ей говорят не 15. 150 миллионов говорят 15. Остальные ненужные едоки. Они будут убраны. И не можно ли что-то сделать? Ничего нельзя сделать. Абсолютно. Сами порешите. Выступает священник Дмитрий Смирнов и говорит. Средняя семья, средняя сегодня. 1,8 ребенка. Мусульмане 8,1. И где мы не едем на дорогах? Везде эти чернявые, смуглые ребята работают. Где наши? На стройках, на дорогах. Везде. Переполнено. В любом городе. Во Франции уже, кажется, 48% мусульман. В Канаде в 30 раз больше, чем было там 50 лет назад. Все страны, все. Это мир принимает облик совершенно другой. Ну, если это все так, это нельзя изменить. То что же делать? Ну, научиться плакать сначала. Молиться. И приготовиться умереть. Достойно умереть? Другого выхода нет. А как достойно? Покаяться. Я знаю, я смертный. Сколько бы я ни жил, вот мне 74-й. Вот я все равно же умру. Ну, не вечно же. Ну, даже будет 104 года, но все равно надо собираться. И детям наказать, чтобы не приняли печать антихриста, начало я на правую руку. Я вам говорю не только о Боге Божественной, но и политической обстановке в стране. Она именно такая. Вот мы первый заезд сделали, проехали до Байкала. Специально машину вот стоит, приобрели для этого. Вот. У нее грузоподъемность 950 килограмм, нам подходящий как раз. Конечно, отечественное производство. Не иномарка. Ну, она до 100 километров идет груз. Семь человек берет, грузопассажирская как бы. Второй раз мы поехали южным путем. Там Челябинск, Глатоус, Датулы и на Москву. И в Москве, в самых центральных библиотеках страны, теперь находятся мои книги. Это библиотека имени Ленина, парламентская библиотека и историческая. Ну а дальше все города, которые на пути идут, в каждый город заезжаем, знакомимся с библиотеками, показываем, что книги не экстремистские. И я им дарю. Дарю, наверное, расписываются, что приняли, штампик ставят, я выехал. И вот мы вчера первый раз объехали вот эти семь городов. В одном месте, правда, пришлось два подарить, потому что там знакомый священник и в библиотеку городскую, в Паркопельске и священник отец Владимир. Он у меня когда-то на квартире жил, юношей был. В моем доме там самольский билет жил даже. Даже он очень был привязан к моей младшей сестренке. Она такая красавица была. Но получилось так, что он женился на другой. Какие обстоятельства были. И мы очень такая была яркая встреча, все засняли. Но я не стал говорить, что я его не увидел. Они навалом идут, накатанных. Всех венчают, всех. Ну, как везде. Вот у нас община православная. Она не так. У нас, как крещение, сейчас любой пришел, там сколько денег? 300 рублей заплатил, священник ладошкой мокрой хлопнул. Или? Мы это не признаем за крещение. Крещение должно быть, человек должен уверовать и креститься. То есть троекратное полное погружение. Как крестился он креститель, как Русь крестилась. Ну, как Христос крестился. Там было много воды. Ему и Филипп сошли оба в воду. А он стоит одетый на капельном полу. Это обман идет. И когда я говорю об этой правде, то для священников я враг. Хотя я не враг, а лучший друг должен быть для них. Я говорю, что это неправильно, это развращение народа. Вот мы до крещения готовим, иногда до трех лет. 450 часов занятий. Я в разных университетах вел занятия. И оттуда люди, три радиопрограммы регулярно вел. Городские, краевые. И все это в книгах, все это показано в фотографиях. Вот в начале детского лагеря. 40 лет нынче. 40 лет. Ни рубля государство не вложило. Тысячи детей по дням. Давайте в каждом деле организуем. И беспризорная детскость ушла. Или он не будет. Вот разрушено 17 тысяч сел. Полностью уничтожено в стране. 17 тысяч. Мы получили землю, статус, школа, храм. Все своими руками. Живут люди. Нельзя не воровать, не пить, не курить, не материться. Вот только такие могут поселиться. Вот. Сегодня ничего не делать. Ну давайте. В одном месте, в другом, в третьем. Вот тебе и страна возрождается. Но надо работать. И работать очень сильно. Вот у меня даже в детский лагерь. Дети встают в 5 утра. Да в 5 утра вы не каждый раз встаете. Встаем. Вот. А так это ребенок. Его надо приучить к труду сейчас. Какие взаимоотношения. У нас во время игры запрет даже к девочке пальцем прикоснуться. Такое должно быть целомудрие. Такое трепетное отношение. Но мальчик всегда главное. Она должна ценить, понимать. Это защитник, кормилец, священник в будущем. Это закладывается, когда он вот такой. Ведь ничего этого нет. Сегодня лагеря это гненники разврата. Ну вот не решаются. Решается. Вот здесь вот что вы найдете. Вот где у нас идет крещение. Вот они видите. К крещению люди подошли. После крещения это наши люди. Видите. Какое одеяние. Вот это концерт. Деревня пастущей Дня деревни ставится. Смотрят. Это тут наверное. Ну у Капны фотографируется. Вот это его жена тут второй сейчас был парень. Она закончила медицинский с красным дипломом. У нас почти все с красным дипломом. Деревушка там. Весит дворов. Но там у нас уже интернет. Музыкальное образование. Иностранный язык. Это не пензенские затворники. Государственная школа. Ну это мы в одно село. Приехали 46 человек. В каждый дом заходим. Дарим Евангелие. Потом собираем людей. Беседуем. Если нет храма. Направляем кипископу к месту. Это воспитатели в лагере. Ходили дети за ягодами. Видите. Какая стройная дисциплина. И отовсюду приходят дети. Ну это день рождения. У жены кажется вот она сидит. А это у наших одни новоселы. Это вот. Володя снимает. Вот он как раз есть. А вот эти вот. Дом построили. Это вот моя родная сестра. Вот. Вот это вот. Валентина. Это вот лагерь открывается. Это мой брат священник. Освящает лагерь. Видите как все. Стройно. Целомудренно. Красиво. Люди которые. Это крещение у нас. От которой люди приготовлены. Теперь они идут. А там дальше. В воде стоит батюшка. Они по ступеням сходят. Погружаются трижды в воду. Они все до одного. Но. Сознательно. Это я с патриархом. Тут это патриарх. Это я. Это Юрий в моем доме обратился. Вот. Это фотографии. Все. И всюду. Подтверждается. Это в одном селении. Проповедовали. Одна забежала. Начала. Нехорошо себя вести. Вот эти все книги. 30 вошен. Ваши библиотеки. Свободно нужно приходить. Брать. Считать. У вас дети. Или кто-то родные интернет знают. Угу. Вот. Дайте им. Это приглашение вам подарю. Угу. Держите. Почитайте. Угу. 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 Вот интернет. Он наберет. И сразу зайдет. А верху там. Когда вскроется интернет. Там написано. Православный форум. Это не сайт. Это сайт. А то форумы. Знаете лапки. Он открылся сразу на форум. Там 1300 тем. 530 ролики. Ролики. Это как маленькие фильмы. О нас. Тысячи фотографий. Там два фильма. Один фильм. Государственные фильмы такие. Не то что на видео. Такими снимать. Один фильм занял первое место в России. Второй главный приз на международном киноконкурсе взял. А одно это уже. Не о Абамане Тулееве не снимут. Первое место не снимут. Не о Путине. Не о Медведеве. Ну это никто там. Порошенко. Но всем понятно. Это именно то. Первое место. Чтобы на международном кинофестивале фильм получил. Это надо какую-то такую громадную тему затронуть. Тем более документально. Не артисты я сумел показать там. Как Петр Мамонов сыграть свою роль в острове. Нет. А люди чтобы увидели это решение. Это такое слово. Есть проблемы. Я просто отплевываюсь от него. До того не люблю это слово. Нерешенный вопрос. А то разными словами загадили речь на. Он решается просто. Начинать с молитвы. Рано вставать. Вот мы начинаем все с молитвы. Едем дорогой. Молимся. Вот мы ехали до города доезжать. Уже потемки близко. Мы останавливаемся. В лесополосах. Где машину скрыть. Прятать. Печку я сразу делаю. Такую из земли. Затопляем. Готовим пищу. У нас все с собой. Рядом собака. Она чтобы ночью разбудить. Говорит хоть помолиться перед смертью. Если нападут. Дальше срываемся. Пошли дальше. Это вот третье путешествие наше. Дальше мы опускаемся вниз завтра. Миша то где он живет? Кемертау. Кемертау. А потом дальше. И дальше. После одного. Таштагу. Уже пересекаем границу Алтайского края. Салтун. Дальше Нобильский. Уходим домой. И когда люди узнают от Москвы. От больших городах. Там люди знакомые. Священники. Собираются. Для всех Девадимов. То что мы делаем. Две тысячи лет никто не делал. Мы положили все. Назву поездку только на горючей. Требуется 30 тысяч. И народ как-то жертвует. Помогает. Священник. Мы опять вернулись. Была большая опасность в этой дороге. Несколько дней назад. Мы едва не погибли. Прям на самом. Ну мне говорится. На конце задержалась машина. Плохо было с водителем. Может быть сознание даже потерял. И машину понеслась. Большая скорость. Сильно груженая. Только выехали. Перегруз. Буквально тонну. Агрессор. Несу. Ну срочно пришлось. Звонить. Из города прислали другого шофера. И дальше. Путь опять. Мы не остановились. На дороге. Сервис. Машину ремонтировали. Она новая. Ну нужно проходить. Как бы. Технический осмотр. Но я уже знал. Что раз мы им не дали денег. Они даже бесплатно. Они испортят. Они испортят. На дороге встал. И мертв. Я уже пришел к выводу. Что придется бросать. Все. Возвращается. Такие варианты про решение не видны. Но дело не остановится. Но. Бог дал. Нашли. Вот этот. Рядом. Пузидей. Вот такой есть. И там. Нашелся человек. Мастер. И он отремонтировал. Нашел. Какая причина. То ли эту пакость сделали. Те где в сервисе. Или так. Ну главное. Что до сервиса. Машина уже 17 тысяч километров прошла. Последний день. Мы почти 1615 километров. Представьте. Что еще надо-то. Машина совершенно. Ну тут она полностью на развал как будто пошла. Ну все собрали. И опять мы в пути. Спрашивается. Зачем вам это нужно? Ну. Зачем нужно? В первую очередь это прямое повеление Господа. Он говорит. Сидите в Иерусалиме. Такое не облечетесь силой. И тогда будете мне свидетелями. Мы ждали. Мы молились. Бог облег нас силой. Облег. И мы с этой силой божественной двинулись в путь. Мы не берем. А отдаем. Мы даем то, чего нигде нет. Это вопрос-ответы. Которые мне задавали в университетах. Я вел занятия в милиции. В воинских частях. И в этот вопрос и ответ. Вопрос-ответ. Одна книга. Это полностью посвящена поэзии. 300 поэтов России за 300 лет. И фотографии. На каждый вопрос. Который мне задают. Что отвечает поэта. Шесть поэтов разных эпох. Опять новый вопрос. Опять. Что шесть поэтов из разных эпох. Именно у него только одно такое стихотворение. Благодаря Евгении Втушенко мне удалось ее издать. И эту книгу если ты канавки дают. И кто срядожжет на месте. Они сразу ее сметают. Утаскивают. Утаскивают. Ее просто нет. Но Господь позволил все это издать. И с этим сокровищем поехать. И мы рады когда мы даем. Люди считают. Утаскивают. И преображаются. Вот оно попадает на заключение. В тюрьмы даже. Отдавали. Эти люди потом встречаются. И рассказывают. Какое влияние произвела на них эта книга. Вот любое. Открываешь вопрос. Я отвечаю на 4124 вопроса. Политика. Экономика. Социология. Работа. Культура. На Украине. Абсолютно все. Будущее мира. Бесовские силы. Одержимость. По темам. 55 разных тем. А в каждой теме там может быть сотни или больше вопросов. Еврейский вопрос. Мусульманский. Стародрежчество. Православие. Патриархия. Все абсолютно. И все это на сайте. Вот когда откроете. Там внизу последняя строчка. И там они все по папкам разобраны. И в каждой папке. Допустим. Отдельно. Работа. Ты открыл там. Том. Такое то. Вопрос задает. Верующие. Могут ли работать на таких то работах. Вот. Я ликером работаю. На ликероводочном. Там. Ну. Люди сидят за столами. И я им отвечаю. Горе тем приготовляющим крепкие напитки. И прочее. Я отвечаю. Исаия. Пророк. Глава такая. Стих такой. Вот. То есть я знаю Библию. Я просто цитирую ее. И ссылка. Где место писания. Спорить никому не припорился. В ответах моих нету возможности спорить. Ответ окончательный. Полный. И дальше идти некуда. И кто бы он ни был. Православный. Вахтист. Коммунист. Он это понимает. Ответ дан в окончательной форме. И интерпретировать его по другому. Ну. Просто сознаться что ты ничего не знаешь. Если он начинает только что-то говорить. Ну. Он сам себя на смех покажет. Если я занимаюсь еврейским вопросом. То я разбираю все что об евреях было сказано за 3600 лет. Все. Поэты. Писатели. Политики. Государственные деятели. Все что было сказано. И как прийти нам к единомыслию. Как перестать враждовать. Это три тома по 750 страниц. Если о мусульманах это полностью разбирается. Коран. У них не главы стихи. А суры. А аяты. Все они разбираются. И все во свете Библии. И как на это говорит Библия. Такой вопрос опять. Что об этом говорит Библия. И мусульманин. Который не верит. Он просто не верит. Но если он верит в священное писание. Больше ему там делать нечего. Он будет православным. И сектанты. Которые считают. Вот руководитель сектантов. Он начал считать. В mailroom работали. Он 11 лет у них на руководящей работе там. Работает. Он отставил все. Принял крещение. Сейчас готовится быть батюшкой в православной церкви. Православие это всеобъемлющее. Это невозможность доступности для других людей истины. У нас благословение. Причастие. Сектант этого не имеет. Они ломают хлеб. Дают. Но хлеб остается хлебом. Это только подражание. Здесь сакральная сторона. И ее надо раскрыть. Сакральная. Таинственная. Божественная. Священник берет хлеб. А подает тело. Берет вино. Дает кровь. Совершает молитву. Мы беседуем с ботестами. Говорим. Вы можете быть другим. Примите священство. Вам православный мир. Пойдите. Католиков. Это тоже церковь. Есть только пять ветвей. Которые сохранились в себе. Это грига. Обменят копты. Сильности. Больше нигде. Все остальное не церковь. Вы думаю. Может быть. Община. Динаминация. Там любое название вам. Сейчас их название эти. 21 тысяча разных названий. Разные. У всех Библия одна. И каждый пословный покой. А церковь она одна. У нас много может быть заблуждений. Но это корабль построенный Богом. А корабль идет своим путем. Он может обрасти ракушками. Замедлить ход. Все может. Пираты могут захватить. Власть на палубе. Но. Командир корабля. Капитан Христос. Они каждый год. Новая. Возникает какая-то секта. Друг перед другом изощряются. Я так понимаю. И так. Таня ты. Маня ты. У нас этого нет. Так понимаю Таня. Все. Вот это вот. Трехтомник. Это толкование по святым отцам. Всего Нового Завета. Не надо вообще. У нас есть библиотеки. При желании. Кто-то может даже и приобрести. Именно. Мы несколько взяли таких экземпляров. Трехтомник. Это я вам рассказал. Чем мы занимаемся. Чтобы вы знали с кем вы говорите. Вот. Алевтина. Она услышала. Алевтина Пантелеевна. Она приняла. Дети. Присели. Вот. Старшая дочь надо священника. Вы знаете. Снеплана. Татьяна. Там. Людмила. Вот. А другой он не принимает. Он просто не верит в это. А мог бы я убедить. Как-то убедить нельзя. Человек должен сам поверить. Убедительные доводы я ему дам. Абсолютно неопровержимые. Но он не принимает. Он. У нас так не принято. Вот были сегодня со священником. Я могу еще пример сказать. Кто-то не успел сказать. От людей-то прячется. А у меня служба. Да службу Бог не устанавливал. А у меня. И дальше начинают какие-то. У тебя одно оно должно быть. Проповедь. А как священник совершайте. Проповеди нет. Народ мертв. Люди не знают Бога. И вот в это незнание мы теперь вклинимся с великим знанием. Не моим знанием. А знанием, которое дали святые отцы. И у нас когда на сайт зайдете. Допустим, тема. Библия. А ты хочешь знать больше Библии. А там вопросы идут. Вопрос второй. Одни вопросы. Ну любой тебе понравился. А да. Библия. Почему? Православная Библия 70. Библия 77 книг. А Уаписство 66. Ты только ткнула в нее. И она тогда уже опять же это. Выползает вопрос с ответом. Так все. Удобно сделано. Дальше опять считаешь. Допустим. Папка работа. Ты считаешь это работа. Можно или не много? Можно мне работать. Я работаю медсестрой там в абортале где-то. Там ответственность. Ты ответственна за убийство каждого ребенка. Который сделал набор. И показаны места какие описания. Все. А ты не веришь если? Ну не верю. Но не верю твое погубило уже теперь. Я даю ответ с прицелом на вечность. Чтоб ты в вечности был со Христом. Мы здесь все временные. Мы в гостях. Один раньше другой позже. Все восстанут. Но одни пойдут в Царство Небесное. Другие в ад. Где ты хочешь быть? И пойдут сие в муку вечную. А правильники в жизнь вечную. Матфея 25 глава 46 стих. И вот это я не знал. Я знал что я грешен. Я погибший. Главное когда люди не верующие говорят. А что я плохого сделал? Я жене не изменяю. Сработаю не ворую. Действительно он живет на растение жизни. Я не ругаюсь. Совсем не ругаюсь. Ну иногда так бывает. По пальцу молотком стукнул. Чего уж это вину-то мне ставить. Ну еще что-то говорят. Ну было там по молодости. Ну я же еще не женатый был. То есть он все оправдывает. Я ничего худого не делал. Если рассуждать по меркам уголовного кодекса. Он не виновен. Его судить не за что. Но у Бога другой кодекс. Священное Писание. Знал ты не знал. Бог спросит тебя по полной программе. Ты должен был знать. Если в этой стране атеизма я бы уверовал. Это означает любой Бог уверовал. Любой. Если я не стал наркоманом. То и наркоманы все осуждены моим поступком. Да вот у меня трудности были. У меня было много трудностей. Но я не пью. Не курю. Я даже отказался от мяса. Ни чая, ни какао, ни кофе. Мне не нужно. Мне просто не нужно. Не то что я бы воздерживался. А мне. Оно не существует. Как бы. Я другим говорю. Не делайте этого. Не берите в рот. Мне 73 года. Я еще ни одной таблетки не съел. Просто я знаю, что у меня нет болезни. То есть они болезни. Я их не считаю за болезнью. Колено плохо. Ну и естественно. Стареет. Засоление там или чего там. Как угодно можно носить. Но не стани никогда. Живи радостно. Считай, что это последний день. Бог так много дал. Я с детства любил в природе вот это птиц. Первая книга купил про птиц. Орнитология. Я с этим прожил. У меня три голубятни. Понятно. Мне настолько радостно. Это элемент воспитания детей. Вожу с ними. Семьдесят три года. Где-то помнись. Какой дед? Ты на кого говоришь? Я от него запрещаю так говорить. У меня другой путь. Вот представьте. Тысячи километров. Семнадцать тысяч мы уже намотали. Ну, конечно, утомительно. Пришлось сейчас посидеть, подремать. Но радостно. Есть выражение у Чернышевского. Он говорит, счастья человека тем больше, чем большему числу людей ты приносишь счастье. И возраст твой определяется не годами, а востребованностью. Если ты сидишь тридцатилетний и никому ты не нужен, то зачем мне такая жизнь нужна? К нам ходил один на занятия. Студент делал долго, а потом пришел. Я говорю, видишь, ты был так долго. Но я в больнице лежал. В больнице. А что случилось? Заходили в горы. Тяжелый рюкзак. Он меня опрокинул. Я теперь летел вниз и разбился. Мы привезли. А кто тебя посещал? Меня? Никто. Как так? Лежал в больнице и никто? Я в больнице лежал. У меня в первый день пришло 17 человек, а другой 48. Понимаешь? И даже неверующие, корреспонденты. Каких-то людей не было. Родители детей, которые в лагере. Я говорю к тому, что ты же свою жизнь сам строишь. Меня ее никто не строит. Я ее такую создаю. Мог бы сидеть дома. Но я иду, знаю, что люди живут во тьме. И в каждую библиотеку, сдавая книги, я радуюсь. Я с ними остаюсь. С этими людьми. Они выходят, фотографируются. Я прошу их помолиться библиотекарей. Вот вчера мы были в Прокоповске. Там какая-то группа была. Я не знаю. То ли молодые библиотекари, или студенты. Я плохо слышу это еще. Все вышли, сфотографировались. Все такие радостные. Благословляют. Это у нас новые друзья. Они зайдут в Mail.ru. Это мой мир в интернете. И мы уже будем хорошо знакомы. Я 10 октября буду уже в Барнауле. Сколько мы увидели благословений в этой поездке. Это третья поездка всего только. Мы думаем до октября. Надо кому-то домой. Прям команда рассыпается. Но меньше нам никак нельзя. Должно быть пять человек. Шофер и двое по разным сторонам улицы идут. Заносим каждый дом. Свидетельство. Евангелие. Потом собираем перед ними. Выступаем. Рассказываем. И уезжаем. Это вот наша жизнь. Благословение Господне. Конечно, приходится говорить обо всем. Он сегодня как одевается. Этого не было. Благоценности в трусах выкусили на улицу. Это Америка. Все. Бесстыжий садом. Было такое, что там в дрюках одеты. Но так, чтобы в трусах ходить. Они их по-другому назовут. Ну, хоть как назови. Ну, в трусах. Прямо в воде в трусах выходят. Если бы раньше показали старые люди, то они бы, наверное, глаза закрыли. И это некрасиво. Красиво, когда женщина, я как мужчина говорю, она создает тайное одеяние. Посмотрите, как одеты мусульмане. Как она выглядит. Как она смиренна. Посмотри на изображение Божьей Матери. И даже в этом ума не хватает. У нас дети одеваются по-другому. Взрослые тоже. Мужчины с бородами, с поясом. Мы проехали страну от Байкала, и ни одного не встретили мужчину, у которого пояс был наден вот так. Вот так, чтобы он был под поясом. Ни одного. Не считая милиционера там солдата. Ну, женщины редко встретятся в платочке. А остальные без платков. Только мусульманки. Они сегодня дают пример. Как себя сохранить. Вот наши жили в Киргизии. А они там пять-шесть человек. Выскочили девчата киргизские-то. И по-своему скорее пробежали там унесли. И опять за каменной стеной скрылись. И они, чтобы она одна стояла в час ночи голосовала. Такси остановить. Она завтра ее на кладбище находят. Ну, позвольте. Ты сама себя сохранить не хочешь. Ну, разве можно ночью стоять и голосовать? А там как раз едут такие люди, которые тебя ищут. И что они с тобой сделают? Это совершенно ориентация сбитого человека. Она не то, что как птица может долететь куда-то. Она до дома не дошла этот раз. И это все закладывать надо в ребенка. И тут море работы. Дети болтаются. Как не видеть эту работу? Она работала. Инфляция достигает 10 тысяч. Вместо рубля уже 10 тысяч стоит. Ни техники, ничего нету. Лопаты привезли и пилы. Но уже и авантюра. Самая настоящая. Теперь деревня православная есть. Она одна на всю Россию. Понимаете, мы молимся. У нас все основано на доверии Богу. И вот здесь точно так же. Моя задача беседа состояла вот этих ребят дожать до низу. Что они не промышно сунут на сервис. А сервис нас, как говорят, раздербанил по системам. Если пошли, кто советовал, они должны быть мастера этих. Которые знают. Я уважаю профессионалов. Вот в моем деле любой профессор признает, что я высшая категория профессионал. И в Библии. Говорит, отвечает на вопросы. Я этим живу 50 лет. Я не просто живу. Я все время повышаю свои знания. Непрерывно учусь. Святых отцов. Начитая на 50 книг. Это все в интернете. Считаю, что в любом деле каждый должен быть профессионалом. Не пьяница. А тут видно, что они трезво стоят, шатаются. Новую машину раскидали по гаражу. Я стою, только глазами уважаю. Я ничего не понимаю. Но я вижу, что неладно. И притом, неладно, я лучшего не ожидал. У меня к ним отношения, может быть, предвзятые. Но они вижу, что грубые, невежды такие. И хамы, лохи перед ними. И они разыгрывают нас. Он расхватил трубу, прекратил на место. Пусти девять тысяч. Какие девять? Когда у меня на бензин собирают со всего мира тысячи. Ну, этот сегодня помог. Я отдал тогда внимание. Но это тоже не деньги. Но у меня вообще ничего нет. Вообще у меня ничего нет. Люди просто, которые знают, они понимают, что я мертвец. А на самом деле, мы живее, говорится, всех живых. Мы для Бога делаем мертвец. То есть, в полном смысле, у меня ничего нет. Сапоги рваные, там тоже подаренные. На мне все подаренное. Я все положил для Господа. И поэтому, когда на пути вот такие препятствия, при том, в которых и я виноват делаюсь, потому что я не соглашался, а потом согласился. И вижу, что все они меня бросили на полпути. Я просто останавливаюсь. Как? С какой стороны, Господи? Или машину тут бросить, покупать новую, опять в банки идти? На мне петля ни одна надета уже. Я сдал книги на миллионы рублей. Не имею ни рубля. Миллионы? Только одну зиму я заплатил 11 тысяч долларов. Одно книги вышли. А какой крок? Никакой. Я снабжаю теперь библиотеки. Теперь раздаю квитки в каждый дом, чтобы люди приходили и считали. Это мой народ, моя страна. Это не просто слова. Я этим живу. Вот 40 лет я начальник детского войны. 40 лет. Ни рубля нигде не получено. А против меня уголовные дела возбуждали. Все рухнуло, ничего нет. Их кто делал, их никому нет. Мы сидели сейчас и вынесли это на обсуждение. Другой человек послушал и сказал, что какие-то разборки все время у них. А как без этого? Мы должны поставить точку. Я говорю, ребята, у нас будет ломаться все время, у вас покаяния нет. Вы меня туда загнали и считаете, что вы правы. Ну, наполовину уже признали, что должны были быть те, которые давали совет, но их не оказалось. Они заняты были другими делами. Опять же меня бросили одного. И пока вы не покатитесь, у нас будут поломки и все остальное. Я на духовном уровне все это меряю. И то, что нашли стружку, там где-то соединила, она замкнула, это не на первом месте. На первом месте наше сердце. И по нашим делам Бог нам дает. Мы не правы, покаяния нет. Надо принести покаяние. Что вы не правы, вы не правы. Дошло до того, что прямо хамить начинаете. Я вам не давал ни основания, ни права так разговаривать с тобой. Во-первых, это моя идея. Моя машина, мои книги. Вы добровольно согласились для Бога и вдруг бросили. И знаю, что я не понимаю. Это даже не насмешка, это предательство. Я говорю об отсутствующих. А они дома. Я позвонила. Ну а как? А что? Да почему? Да кто же знает почему? Я знаю вот до, до и вот после. Вот до. Семнадцать тысяч километров ни одной поломки. Вот после. В этот же день все остановилось. Я не могу не увязывать эти события до и после сервиса. А вот этот мужчина нашел. Один мужчина, который там был. Козидеев это делал. Вот это я принимаю. Я ему заплачу. И сказал Михаилу потом, если не поломается заплатить. Он знанием, бедно делал, старался. Мне понравилось. Я мало понимаю. Но я знаю, что такое по блокам расчленять. Он начал смотреть в одном блоке. Гляжу, сразу переходит на второй. А я отошел за скамейкой. А наблюдать, наблюдаю. И вижу этот человек знакомый с исцелением. Ну а раз такое дело, мое сердце уже открыто. Он потеет. Я сразу пошла, бери скорее полотенце, вытираю его. Ну как медсестра хирург. Когда он делает операцию, она его все время вытирает. Может даже надоедали. Но сильно потел мужчина. Жара такая. И он старался. И вот теперь я добиваюсь покаяния. Что вы были не правы. Покаяние необходимо как акт очищения. Что мы великое дело благовестия на Руси поставили прямо перед катастрофой. Из-за чего? Может быть она и сломалась бы. Но, однако, она до этого не сломалась. Последний день мы прошли 1615 километров перед этим. И ни одной поломки. Если она с такой скоростью ушла, и 1600 километров в день, да любой шофер скажет. Это грузотакси, грузово-пассажирская отечественная газель. Вообще вам не считать мяши. На ней по России ездили. Она стоит во дворе. И 1615 километров последний день мы прошли. Ну это говорит о чем-то или нет? Это не лековушка там, которая шнырить может. Это груз еще какой. Я нагружаю 950 килограмм. Мне она подходит во всем. Один экземпляр. У меня 38 книг. Это 31 килограмм. 10 – 310. 20 – 620. Ну и остальное там набираем Евангелие. 160 килограммов для себя. Одежда, пища. Мы в лесополосах останавливаемся. Прячемся. И дальше готовим. И опять в путь. Прошли южным краем до Москвы. И теперь обратно вернулись в север. Третья поездка пошла на Кузбасс. И это мы делаем все бесплатно. Деньги где-то надо собрать на бензин. Каждая поездка находится в среднем 20-25 тысяч только на бензин. Он живет как там. Но выхода нет. Это моя страна, мой народ. Который погибает. Который расчленяется. И слишком патриотично. Но я этим живу. У нас в лагере главный лодунг. Россия должна встать. Даша, Россия это мы. Это мой народ. Который не знает Бога. Я ему внизу благую весть. А тут враги, священники. Все летуют против. Ну вот так. Сейчас спрошу ее. Ладно, пока. Алена, у нас столканье кажется. Это у вас новое здание? Это новое здание. Мы раскрашили. Около двух лет раскрашили. Гестава Дара. Лучший иллюстратор. Видите как теперь она выглядит? Полный лист без обрезки. Попробуйте что-нибудь. Если что поставили в холодильник. Вот такая странная идет. У тебя там звонок звонит. А я и слышал. Видите как выглядит? Ну хорошо, получил. Бумага такая качественная. Ну это милована бумага. Все это огромные деньги стоит. Я в магазин пошел. Книжи. Узнать. Что за родица? С докладкой. Одна книга полторы тысячи. А у нас три книги за полторы. Так это только цена. А продажи то нету. Мы все дарим, мы дарим, мы дарим. Священникам, епископам. Видите как она теперь выглядит? Угу. Угу. Ну, двести сорок картин на трехтом них. Угу. Хорошо. Это радость. Видите как она подошла ко мне в занятиях и говорит, я понимаю и счастлива за вас, что вы при жизни видите как выходят книги. Люди даже напишут, они не могут издать. Ну да. А у меня за восемь лет прошло тридцать восемь книг вышло. И какие книги? Вот это вот пост, он как раз, Путина, Медведев и Патриарху. И сто двадцать пять священников получили в дар. Угу. По четыре книги. Зачем? Они должны пробудиться, они не знают истины. Нам открыто, здесь двести, но совсем их комментарии в этих книгах. Это впервые за две тысячи лет вышло полное толкование Нового Завета. За две тысячи лет его не было ни Западной Восточной Церкви. Но одно это говорит о чем-то. Книги наши, они не просто уникальны, они единственные. Угу. Их просто нету. Таких. Угу. И вот мы сейчас, вот третью эту поездку, въехали на постбасс и сразу поломались. Завтра утром хотели... Поешь? Нет. Мамушка. Давай угощай. Нет, нет. Ты сработаешь сейчас? Я сработаю. Я все-таки поставлю в холодильник немножко? Да, можно не ставить. Не надо? Утром рано мы уезжаем и совсем уезжаем. Как совсем? Как совсем. А в библиотеку? Калтан в библиотеку, потом сюда вернемся. И дальше уже идем от Кузнецк, Паркопьевск, Киселевск, везде. А, ну так я так и поняла. Ну все, сюда уже мы не заезжаем. Домой? Ко мне не заедете? Иди не заедете. Это понятно, но в библиотеку то я с вами могу здесь? Конечно. Калтан с вами съезжу и сюда в библиотеку. И все, я домой и выйду. А что ты в Калтане будешь делать? А что, нет места не будет? Ну если даже найдем, зачем ты поедешь-то? А где я вас в карауле буду, чтобы в эту библиотеку вместе сходить? А вы эту знаете, библиотеку? А что не знаю-то, конечно, знаю. Да придется брать. Да, кого? Только я не знаю. А мы нашли библиотеку, ты расскажи мне. Да вы найдете, я знаю, что найдете. У нас видите. Я хочу с вами побыть. Да понятно, она у нас перегружена машина, мы за каждый килограмм бьемся. Даже из бутылки воду лишь выливаем. Да я мало вешу, это четко. Вот так, а 50 килограмм будет? Не знаю. А у нас машина с перегрузом идет, мы все же должны скорее разгрузиться. И зачем ты будешь мучиться с нами? Я не мучиться, я хочу с вами побыть немножко вместе, а потом я домой и вынуку здесь. В дороге выйти с собой уже ничего не можем. А тут Калтан-то 20 минут. 20 минут это с нами? Это близко? Это в тесноте, нет. Лучше не ездить. Ездить? Нет. Мы с собакой, нам это неудобство. Ну как скажешь? Ой, собака же там. Собака, мощная собака, представь себе, занимает 3 места, у нас все сжато. А-а-а, не-не, не поеду, нет. Молодежь, что согласилась, без обилия. Да как чё, какая беда-то? Нет. Калтане библиотеку вы тоже найдете? Мы найдем. У нас опыт уже есть, 190, как 90 уже библиотек, то это мы найдем. Да. Мы делаем дело, которое никто никогда не делал. А-а-а. А почему? А где они возьмут книги? Таких сначала надо книги написать, издать, и чтобы книги были одели. А их кто-то... Да это невозможно. Они не идут на это. Они идут сейчас в церковь, попытка дарить. Вот Ванька-то с Данилкой не знает, что у нас в гостях-то. Бизнес церковный кто? Ваня с Данилой. Ваня, у вас ребятишки-то? Да. А-а-а. Ребятишки хорошие. Хорошие? Хорошие. Почти без замечаний. Там мелочь такая незначительная. Там только другова, то... Бабушка строжится всё. А-а-а. Бабушка всё строжится-то над ним. Ну, я была, Маше мне понравилось. Угу. Бывая охотливая, заботливая. Я говорю, у вас что-нибудь по дороге растет, я люблю с куста там порвать. Не хватает кислинки. Они говорят, да прислали вот тут вишню. И она рядом села, а мне нельзя. А почему? Что-то у неё аллергия или что? Она бы мне сказала, что у неё ещё болезнь опухоль. У кого? У бабы-то? Да. Мало того, что про глаз она рассказала. Так вот, я про Машу сейчас говорю. А-а-а. Про Машу. Маша говорит, мне нельзя. Она не сказала, почему. Что-то какая-то тоже аллергия. Корочку от арбуза съела, её рвала вчера. И она воздерживается. Мы сидим, эту вишню видим, она, ну как, вишня хорошая. Такое рассуждение, чтобы ребёнок потерять, не спрашивал, хорошее нравится, это явно, что о ней заботится. Она видит, что другим нравится, не нравится. И мы с ней подружились. Если только Бог продлит жизнь на следующий год, она может уходить. Ну, 6 лет, это почти 7. Так, а Яша-то сколько было у вас было? Он приехал сегодня ещё, только что приехал. Яша приехал? Приехала опять баба. Маша сказала, 5 лет, 5 лет ей вроде бы она сказала, девочка. 5, а не 6. Я говорю, будет 6. Будет 6. Я про это сказал. Так а с кем она приехала-то вам? Яша-то? Ну, с Валей, с бабушкой. А, Валя. Валентина Хапилина, она на фотографии везде, к истинному православию. Так у неё, это же, это же, как её звать-то? В Каннске-то они, в Каннске же живут. Я не знаю где-то, она живёт в Казахстане. Ну, да. Нет, она где-то там, в другом месте, кажется. Ну, Яша-то где живёт, Яша? Ну, в Казахстане с матерью. А, тогда не тот Яша. Я вам говорю, тот, который из Каннска-то, вот это, будь она, Таня, Анна-то, Анна-то привозила. Яша-то маленький. Мы его ещё, мы ещё, вот он, я смотрю, где сколько? Кружку плакал, да. Кружку плакал. Вот он как раз и приехал. Я уехал, он приехал, мы не встретились. В один день, она из Барнула выезжает по Теряевку, а я в Барнула приехал из Потеряевки. Вот сейчас. А на воскресенье приехала. Так а мы были, так он там что-ли был? Да не было, конечно. Ну, в этот воскресенье, в этот и была там. А, не-не-не-не. Три дня назад. А, Яша, ну вот он. Яша приехал, я его не видел. А ему сколько лет? А вы этот ролик не видели? Фотографию она видела. Ну, он там вообще, крошку, мы так смеялись. Вот крошку, он говорит, ну ещё, что-то нет слёз, ничего. Ну, давай, Ешенька, ты ещё, давай там, давай, поплачь. А-а-а-а, сразу начинает. Плачет, прямо зерёдно. Вот, прямо артист. Мать выкручивает, а мать на поводу идёт. А я хотел доказать, что он не плачет. Он не плачет. Он артист. Ребёнку два с половиной года, он из мамки верёвки в неё. И дальше я рассказываю, что такое ювенальная сица. Здесь, я говорю, сдохла. Возле нас. Издевается она на ребёнка, что ребёнок сухой, накормленный. Мамка рядом сидит. В чём издевательство? Он затеял, у мамы ручку. А мама ручку не даёт. Он такой рёк устраивает. Вещь там не ложится. Ночью не поднимешь. Утром не встаёт. Два с половиной года. Тирания сплошная. Угу. Прошло полнедели, и парень как шёлкал. Всё. Я его сразу продал два раза. А он, как что, от бабы удирает лосиноги. Я его, ребят, ну поймать его. Ну его настигли, поймали в кусты. Я его просёк крапивой. Маленько поймал на пять утра. Третий раз его заводят. А если я не буду убегать, меня не будете бить? Нет. Всё, больше ни разу не побежал. Я всё понял. Он вопросы задаёт, показывает, что он, ребёнок, нормально мыслит. Угу. Ну а дальше-то уже пошёл разговор о дальнейшем воспитании. Я прихожу в лагерь. Яша недоволен. Вчера на вышку, а вышка трёхэтажная. И там смотреть в бинокль, там откуда люди. И лазили туда, а его не пустили. Он подошёл ко мне и говорит, а меня на вышку баба не пустила. Я говорю, баба, почему ты не пустила? Ну вот маленький упадёт. Так сейчас сама лезешь туда, и я его поднимаю. Ребёнок имеет право получить то, что желает, если это не вовремя. И поднялись туда. Дальше другие у меня бум, это 75 метров, бум там перекрестили на таком уровне. Вот такой вот. И дети там ходят, учатся в вестибулярный аппарат. А меня не пустили, баба боялась, что упаду. Я сразу взял ходу, его руки дал и подумал, баба, смотри, я иду. Валя, почему ты ребёнку не даёшь одеваться? Понимаешь, вот смотри, какое у него лицо, как он тебе кричит. Как радуется. Ты сама сейчас у меня полезешь, будешь ходить здесь. Иначе, это не Яша, это же Паша. В Казахстане это Паша. Яша это Уысканская. Я перепутал, действительно? Да. А тут Паша. Она мне говорит, Яша Паша. Ну. Ты прав. Ролик-то о Яше, а не о Паше. А, да, 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 да. Да, вы перепутали. Вот такое дело, абсолютно точно. И ребёнок имеет право получить всё, что он желает, если это никому не приносит ущерба. Это Паша, они с ним приехали. А Яша это Канский. Они напомнили, я просто перепутал. А сколько же Яше было? Пять лет, наверное? Нет, даже не было. Это Яша два с половиной года. Яша, да, Паша. А зовут... Вот у нас приезжает иногда такое имя, ну, броское, оно задерживается. А это... Тот самый был уже два раза, два года. И это теперь два раза. Всё понятно. Он приехал первое время, а родители долго спят. И он поднимает на молитву их. Паше, а что спите, надо утром на молитву. А потом всё это расслабло, родители не поддержали. И он опять ребёнок скотился, в ту же обезьяну превратился. А теперь и родители его гвоздают, и он плохой. Ребёнок плохой, вообще не надо как... Плохих собак, говорит, нет, я плохой трассировщик. И зайди с другой стороны, посмотри, что ему нравится ребёнка. И на этом попытайся найти какой-то скрытый талант. Они не умеют и не любят детей. Я говорю, детей-то Бог дал вам, а вы их не любите. А я с ними ещё жил, сорок лет возле. Каждый ребёнок свой подход. Надо найти эту срунку. Общие даты для всех одинаковые. Но вот эти вот, которые приехали, у них рассуждения такие. И они так смотрят спокойно. Я посмотрел на них, и они никогда не будут наказаны. Ваши отношения к Господу какое? Ну я с детства в Кузидеево хожу в церковь. А? С детства хожу в церковь. В церковь? В местную? В местную. Но я здесь жила, в Российнике ходила. Сейчас в Кузидеево живу. А кто у вас священник? Там в Кузидеево, отец Максим. Сейчас я в Кузидеево живу. Ага. Так вы живёте там, а как? С мамой живу. А с работы еду, заехала. О, заехали. Спаси Христос. Я в Новокузнецке работаю. А как священник у вас относится к благовестию? А вот не знаю, как он относится. Самые ярые враги у нас это священники. Ничего не знают. И не хотят знать. И клевета непрерывно милицию против натравлений вызывают. Даже вообразить нельзя. Евангелие собирали по домам и сжигали. Я написал к патриарху. Это антихриста. И вы за это отвечать будете, что они делают. Мы столько Евангелия закупаем. Несём в каждый дом. А они воюют против. А где нет храма, направляем к епископу, к местному. То есть лучше нас, помощников не найти. Мы готовы открыть в каждом селе храмы. И говорим об этом. А они воюют до смерти. Это Бог допускает, чтобы они возносились. А вы где-то собираетесь за исследование Слова Божьего? Это плохо. И очень плохо. Надо, чтобы была единая община. Нет, у нас, знаете, как у нас в деревне-то собираются. Он собирает собрание. Не для моления, а для исследования. Для исследования, да. Он собирает. Это я за себя говорю, что я на работе с утра до вечера, у меня возможности нет. А так-то они занятия делают для взрослых, для детей. Занятия нет. Люди духовно не растут. Они на доме состоят. Нет, наши собирают занятия и для взрослых, и для детей отдельно. В библиотеке там теперь, там все мои книги. И там третий дом открытым оком, синяя, львица на скале спасает библиотек. Потоп идет. И вот по этой книге надо вести занятия. Там пособие по изучению Евангелия от Марка. Пособие. И в этом пособии там говорится как, сколько людей, какие вопросы, кто как должен. Ну, чтобы все активно работали. И уже через две люди друг друга знают, встречаются. Такое родство, оно неподдельное. Просто пришли в храм и поздоровались. Это одно. А вот как будто из одной семьи. Нас ничто не разделяет. Почему? Нас Христос объединяет. Тогда оно в любом вопросе как-то к одному горизонту идет. А священник-то где-то ведет занятия? Ну, там воскресная школа есть. В школе воскресная школа. А какая программа у них? Просто закон Божий или? Просто по закону Божьему они занимаются и все. Ну, мама ходила несколько раз. У нас толкование святых отцов. Вот это вот. Это толкование. И она затаутся фактически. Я вам покажу любое место в Писании. Это Нового Завета. Это первый том. Вот открыл . Евангелие от Мафея. Первая глава. Семнадцатая глава. Тогда четырнадцатый стих. Вот черным курсивом. Видите? Жирным курсивом. Это место из Писания. Дальше дается толкование. А вот если дается толкование. И что? Писание. Это я теперь растолковываю. Это мои комментарии. Оно другим шрифтом. И подчеркнутое. Я ничего не толпую. Я просто это место усиливаю. Другими местами из Священного Писания. Они бы ладно. Ничего. Довзяли. Долтые комментарии. Комментарии оживляют. Они приближают на сегодняшний день. И конкретно к каждой душе. Ну, воюет тот, кто не принимает ничего. Я еще делал комментарии. Бывают большие комментарии. Они... Сколько? Тысяча сто лет уже. Нет. Девятьсот лет. Вот эта Бажана Фефилал. Но их нигде не было. Никто никогда не выделял. Я видите, как их резко выделяю. Слово учительское. Так. И вот сто учителей. Вот эти слова сто учителей. А теперь дальше я разъясняю. Л. Это вместе 97 таких комментариев. Я поясняю сто учителей. Слово. И все это слово дальше. Теперь опять. Желаю, чтобы всякий христианин был полезен и силен назидать другим. Вот. Ну и об этом. Видите, какой большой комментарий. Л. И оно отчеркнуто виние. Вот по этим книгам очень легко ввести занятия. С третьим Томом в кухне. Вы их в библиотеке там оставили, да? В библиотеке оставили в Козидеево там, да? Да. Только первые заняты. А второе, то первое было с черно-белыми. Угу. Показывай, как занятия идут. Угу. Угу. У меня что? А. У вас какие-то, может, вопросы есть? Да вроде пока нет. Ну, не знаю. Очень сложно так вот. Видите. Я отвечаю. Это 4124 вопроса. Если вы прочитаете, у вас вопросов вообще не будет. Угу. Ну, может быть там такое, что в свете других вопросов и ответов он уже отличный. Люди должны жить, ну, со свободной душей. Вопросы они заваливают, задавливают. Вот мы. Как решить? Как машину направить? Сегодня я просто отошел и все. Я уже прорешивал вопросы избавиться от нее. И даже бросить ее. Потерять ее. На что-то такое благовестие не остановилось. Если, ну, вставить ее, она не ремонтируется. Уже ничего нет. Ее, говорится, разодрали. И поэтому покупаем новую. Ты понял, куда я уже зашел? Что для меня ни китайской, ни японской стены нет. Для меня есть дело. И она будет проломлена. Пролом за проломом. Ты его мог убедиться. Я сидел и говорил. Один вариант такой. Попытаемся его вызволить, вытащить. Найти мастера. Ну, там где-то здесь не найти. Тащить ее на Аркане. Очень трудно по горам это тормозить. Тащить. И сама машина едва идет. Хоть трафар посылать. Как мне лучше было, может быть, продать ее. Ну, вот пока направили, доехали. Но сердце неспокойно. Неспокойно по той причине, что в этом сотворенном нет покаяния. Что неправильно было сделано. А за этим, как правило, следует отторжение от Бога. И мы можем потерять все. Мы натолкнулись на мощное сопротивление врага. Разные причины, отговорки где-то. Богу-то не надо наши оговорки. У него да и нет. А сверху это от лукавого. Да, виновен. Зря заедет. Вот вопрос, да. Да, до конца не проработали. Да, так. Бросили, покинули. Да, так. Каясь. Когда тут исправление открыто. Если его-то нет. Это плот дам для следующей ошибки. А уже это второе, повторно, это уже будет система. Это у меня исправимая система. Я тут не увидал книги, а куда посмотреть. А кто же их переплетал? Где она их взяла? Когда где-то ей что-то переплет. Неужели это патриархия так издала? Меня очень заинтересовало. Это мой переплет. Это я так переплетал. Да это скорее всего здесь в типографии переплетали. Это жития святых. Откуда они у нее? Да водолюбие-то. Переплет-то так. Они ее то ли стянули, то ли на этой капромовой кружке. Переплетено хорошо. Крепко. Смотри, Нина, какая богатая. Ну ладно, я поеду, а то мне до Кузидеева еще. Ладно, спасибо. Если никаких особых-то вопросов у вас нету. Ну пока нет. Надо сначала, да, почитать знакомые. Так нам нужна была бы помощь небольшая, может быть, от вас. Ну давайте. Вы живете там в этом Кузидеевом, да? А вы не могли бы там среди своих знакомых распространить вот такие вот? С кем встретились, подали. Угу. 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 То есть людей призвать в местную библиотеку. Мы ни храм не зовем, ни чего. И библиотека им это в помощь. Вам дать таких? Хорошо. Давайте. Смогли ли вы знакомых? Хорошо, ребята. Войдите туда. Сходите. Я выключу. Хорошо. 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 Хорошо.